МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите информационную программу. Время говорить. Главные темы сегодня. Машина у Есенина. Рязанского лихача, припарковавшего свое авто на подножии памятника великому поэту, оштрафовали. Прыжок в бездну. Почему упала с балкона жительница поселка-строитель? ОМОНовцы пролили кровь. Сегодня самые могучие полицейские Рязани помогали больным гемофилией. А теперь обо всем подробнее. Сегодня всероссийская премьера фильма Карло Корлея, Ромео и Джульетта. Старинная история, любовь, вражда, смертельный бой, гибель, как это по-русски. Кто эта девушка? Клянусь святыми, я истинной красы не знал до ныне. Джульетта говорит сейчас Монтеки. Его зовут Ромео, он Монтеки, сын вашего заклятого врага. Рязанцы отметили премьеру бестселлера Шекспира по-своему. Наш Ромео, как говорится, отечественного разлива, пришел к бывшей сожительнице. Ну, бывает, что тут скажешь. Понятно, поругались. И тогда пришло время трагедии. По версии следствия, мужчина пришел в квартиру к своей бывшей сожительнице, с которой у него произошла ссора. В ходе ссоры он взорвал маломощное самодельное взрывное устройство. В результате взрыва ему оторвало кисть руки. С полученными телесными повреждениями мужчина был доставлен в больницу, где ему оказывалась медицинская помощь. Женщина 1970 года рождения в шоковом состоянии также доставлялась в больницу. Ее 21-летний сын, который в это время находился в квартире, не пострадал. По имеющимся данным, подозреваемый ранее уже угрожал своей бывшей сожительнице убийством, в связи с чем он привлекается к уголовной ответственности по статье 119 Уголовного кодекса РФ, то есть угроза убийства. Сегодня стало известно, что водителя Volkswagen, припарковавшегося в начале месяца на подножии памятника Есенину, в Рязанском Кремле все-таки оштрафовали. ГИБДД выразило признательность обратившимся рязанцам за неравнодушие, проявленное в сфере безопасности дорожного движения. Может потому, что номера на Фольксе были непростые 999? Неужели владелец их случайно получил? Ну так, невзначай. Представьте, приходите вы в ГИБДД оформлять 10-летнюю шестерочку в наследство от дедушки, а вам номерок 3 девятки. Не желаете ли? Так вот, случайно, подвернулись. А то, что красивыми номерами торгуем, так нет такого. Уже давно, со времен господина Алфосова. Три девятки в номере. Ну, какой пустяк. А там еще и дорогущий Каен замешан. Номер О609О. Тоже наверняка номерочки не от дедушки в наследство. 3 октября текущего года в госавтоинспекцию поступило коллективное обращение граждан, жителей города Рязани, о несанкционированной парковке на площадке у памятника имени Есенину на Трубежной набережной города Рязани. В связи с данным обращением 8 октября сотрудники госавтоинспекции привлекли к ответственности двух водителей транспортных средств по части 2 ст. 12.15 Кодекса об административных правонарушениях за движение по пешеходным велосипедным дорожкам, правонарушения правил дорожного движения. За данное правонарушение предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 2 тысяч рублей. Вчера мы давали в эфир материал из Касимова. Обвалилась стена комплекса местных торговых рядов. Памятник федерального значения рухнул. Не просто так. В этот же день, но уже гораздо ближе, а именно в Рязани, в поселке Строитель, рухнуло перекрытие балкона одного из домов. По нашим данным, женщина оказалась в реанимации. Как выяснилось, местная управляющая компания порекомендовала жильцам самим решать проблемы с балконом, который пришел в негодность. Очередное обрушение балкона случилось в доме на улице Предзаводской, что в поселке Строитель. На этот раз серьезно пострадала знакомая хозяйки квартиры, которая согласилась помочь отремонтировать бетонные полы на балконе и соорудить навес. Во время работы плита рухнула вместе с трудолюбивой женщиной. Кстати, за две недели до трагедии из местного ЖЭО пришло предписание к хозяйке квартиры срочно отремонтировать балкон. Естественно, все работы необходимо произвести за счет жильцов и силами самих жильцов. Давать рабочих на обверенный дом это, видимо, по мнению руководства коммунальной конторы совершенно излишне. Местные жители утверждают, что такие принципы работы у строительских коммунальщиков выработались уже довольно давно. Например, дворников на здешних улицах люди практически не видят. И там балкон на том дому обваливался. И это обваливался. Крыши с ней это текут. Как говорится, ломаются. Вообще поселок заброшен. Почта это вообще еле-еле работает. Избербанка отсюда унесли. Народа много тут. Но заброшен поселок. У меня вот сестра жила, когда у Саиси Кроя в квартире. Была такая же ситуация. Она пошла в ЖЭУ и ей предложили за свой счет отремонтировать этот балкон. Что, в общем, она и сделала. За свой счет вон крышу делаем предзаводская дина. Покрыли, а два подъезда не покрыли. А деньги все собрали. Местные жители пытаются обратить внимание городской власти на свои проблемы уже давно. Однако, по мнению старожилов поселка Строитель, жизнь из года в год становится лишь хуже. Запустение повсюду. А в последнее время к бытовым неудобствам прибавилась еще одна проблема – мигранты. Местные жители говорят, что вскоре приезжих станет больше, чем коренных рязанцев. Впрочем, проблемы копились годами. Многие жилые дома в Строителе возведены полстолетия назад, а некоторые и еще раньше. За это время строения пришли к ветхому и даже аварийному состоянию. И никаких мер со стороны городских властей не предпринимается. Получается, что только лишь трагедия, подобная произошедшей, способна призывать чиновников начать заниматься проблемами жителей поселка Строитель. Беззащитность людей и беззаконие властей в итоге реанимация. Сегодня в программе по этому поводу комментарии руководителя Ассоциации прав потребителей. Чтобы исключить подобные ситуации, понятно, что всем нам надо более активными быть и требовать представления соответствующей информации. А мы это не делаем, как потребители коммунальных услуг и услуг по содержанию квартирных домов. А те, кто получают регулярно с нас деньги и довольно большие суммы получают за содержание жилья, неважно, когда оно построено, там, до войны, после войны или в новостройках происходят подобные вещи, к сожалению, те люди стараются нести ответственность, но и порой ничего не делают. Что же делать, если у вас подобное происходит и вы не знаете, как поступать? Во-первых, понятно, что предъявление претензий за ненадлежащее содержание жилья в праве требовать компенсации. Здесь и нравственные физические страдания, и расходы на лечение, и в том числе требовать возбуждения уголовного дела по факту оказания услуг, которые, по сути дела, опасны для потребителей, при этом массово, может быть, люди получают травму из-за того, что должным образом не следит управляющая компания или ЖЭО, или КЭЧ за теми домами, которые уже давно должны быть снесены из-за того, что срок службы их истек, из-за того, что их прочностные характеристики намного снизились, и прогнозировать, где, когда это будет, вы не можете, потому что вы некомпетентные потребители. Сегодня рязанские ОМОНовцы сдавали кровь в качестве доноров. Процесс был приурочен к привычной уже акции «Река жизни». С тех пор, как оплату донорства понемногу прикрыли, медики надеются только на солдат, полицейских, студентов и прочий организованный народ. Сегодня за сдачу 450 граммов крови вам предложат талон на обед или денежную компенсацию в размере 363 рублей. ОМОНовцы, понятно, сдавали кровь безвозмездно. Некоторые даже чайку не попили некогда, рассказывает Глеб Галушкин. Бойцы рязанского ОМОНа сдали 40 доз крови в рамках традиционной акции «Река жизни». Правоохранители говорят, что они не понаслышке знакомы с критическими ситуациями, требующими немедленного переливания крови для попавшего в беду человека. Мы пришли, узнали, что проходит у нас в Рязани донорская акция «Река жизни». Сотрудники ОМОНа выполняют боевые задачи, всегда знают, что такое поддержка, что такое взаимовыручка, поэтому остаться без внимания акция у нас не могла. Сотрудники выявили желание принять участие и сдать кровь больным гемофилием. Врачи областной станции переливания крови сообщают, что такого большого наплыва желающих сдать кровь донорская акция прошла весьма удачно. 15-16 октября у нас проводилась очередная акция 57-й по счету «Река жизни». Но так как ребята у Томововцы были в наряде вчера, поэтому они не в акцию пришли, а сегодня дополнительный день это продолжение акции. Вот за 15-16 октября за два дня мы собрали даже больше, чем в прошлом году. Получилось у нас 130 человек. Но ребята сегодня вот пришли это дополнители, мы еще приплюсуем конечно к этой «Река жизни». Ну, что мы получим. То есть мы очень рады, что сегодня, несмотря ни на что, они в наше время пришли благодарно всем донорам, которые откликнулись в этот день. Каждый ОМОНовец сдал по 450 мл крови. Впрочем, командир Рязанского ОМОНа говорит, что подобные совместные акции они собираются регулярно повторять. На сегодня все. Хорошего всем вечера и до встречи завтра, как обычно, в эфире программы «Время говорить». Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин